Второй сезон эпидемии уже не за горами, поэтому самое время вспомнить, с чего все начиналось. Для этого мы подготовили видео, которое расскажет об основных событиях сериала и о героях. Смотрите внимательно и узнаете об эпидемии все. А началось все в тайге, где неизвестный пораженный вирусом упал в реку и заразил воду, тем самым положив начало эпидемии. Спустя время у людей стали краснеть глаза, появился кашель, а столицу перекрылась. Но СМИ старались не сеять панику. Все под контролем, заразилось по всей стране не более двухсот человек. В это время Сережа с Аней приехали к Лене и его будущей жене Марине на ужин. Ты вообще кто такой, а? Хозяин жизни, да? Аня. Да меня тошнит от таких, как ты. И решили больше не ходить друг к другу в гости. Потом отец Сергея приехал помочь семье и остался с ними. Мы должны быть с вами далеко. Утром выезжаем. А пока Сергей спасал из Москвы сына и бывшую жену, остальные успели отбиться от мародера. И дружно. Тупой жирный козел. Больше никогда к нему не пойдем, слышишь? Никогда. С этими цуцками кашу не сваришь. Дружно поехали подальше от этих мест. Теперь давайте разберемся, кто же у нас спасается от эпидемии. А это Сергей, он. Ну и кто? Растопанный который, что ли? Это муж ее бывший. А рыжая нынешняя дама ее. Вот этот мелкий шкет, который под колеса нам прыгнул. От него. А заторможенный, это пасынок. Как вы это все узнали-то? Как-как? Жизненный опыт. Ну и дед попался разговорчивым. Так-так, еще раз. Мама, папа, Аня. Аня кто? Сестерка? Нет, это тетя, у которой мой папа живет. Мы все вместе поехали. Вчетвером? Нет. Еще Миша, он сын тети Ани. Но мой папа не его папа, а мой. Еще дядя Леня и тетя Марина, она беременная. Еще Полина, она Мише нравится. Так, все понятно. Москвичи, короче. Вся эта компания отправляется в дом на озере, который еще давно обжил отец Сергея. Это безлюдное место, где можно переждать темные времена и остаться в безопасности. А по пути Сергей попал в неприятную ситуацию. Вы живы вообще? Поэтому пришлось найти убежище и спасать его от смерти. Все, все, все. Ага. По дороге дальше герои встретили доктора Пашу, который добывал лекарства для больных, рискуя своей жизнью. Он помог Сергею с восстановлением. Так, больно? Нормально. Но потом Пашу пришлось спасать от тех, для кого он добывал лекарства. И пока спасали доктора, Антон спрятался от нападавших в лесу. Когда все заметили пропажу, то немедленно отправились в ближайшее поселение. В это же время там началась дезинфекция. Деревню очищали от всех зараженных. Но под раздачу попали и здоровые. Антона приютили местные жители, которые попытались спасти свою деревню и заодно вернули ребенка родителям. Однако болезнь не обошла стороной наших героев, и Аня заразилась. Вся компания была вынуждена остановиться в коттедже, который разделился на две половины. Одни были в контакте с зараженной, другие пытались себя обезопасить. Вторые даже решили уехать, сказав, что будут ждать на озере. Неожиданно выяснилось, что у Паши есть иммунитет к болезни, и пока его кровь и другие лекарства помогали Ане выздороветь, Сергей и Сырой вспоминали прошлое. Параллельно с Ицен, Леня и его семья не доехали до озера и пошли искать спасение в лесу, чтобы привести Марину в чувство после ужасного стечения обстоятельств. Отобрав дом у хозяйки, Леня расслабился, а убитая горем Марина угодила в ловушку, подставив и остальных членов семьи. Подъем! Другая часть компании поняла, что что-то не так, посмотрела по сторонам, никого не нашла и поехала дальше. Наконец все добрались до дома на озере, обустроились и начали готовиться к долгой изоляции. Ира с Пашей учились водить машину. В это время внезапно исчез сын Ани, Миша. Он инсценировал свою смерть и отправился спасать Полину. Ах да, мы не сказали главного. Миша увидел Полину, Полина увидела Мишу, и больше они никого не хотели видеть. А когда у Миши получилось спасти ребят, он и Полина обвенчались, как и Леня с Мариной. Вернувшись на озеро, друзья наконец-то воссоединились. И все близилось к хэппи-энду, если бы не это. Вернувшись на озеро, друзья наконец-то воссоединились. Ко второму сезону эпидемии. Приятного просмотра.